Городской центры занятости становится ближе к населению. Сегодня мобильный офис службы выехал в южную часть города. О том, какие вакансии предлагались, расскажет Валентина Доморадская. Уважаемые мясти, городская служба занятости населения рада приветствовать вас. В мобильном офисе центра занятости сегодня вы можете познакомиться с базой городских вакансий, получить консультации юриста по вопросам занятости. Если у вас высокая квалификация, вы можете заполнить анкету для банка резерва кадров. Вакансии мы предлагаем разнообразные. Это вакансии для служащих и рабочей специальности. Заработная плата в основном у нас превышает минимальную заработную плату. То есть мы стараемся показать заработную плату, которую реально получает сотрудник на предприятии либо в организации. Мобильный офис городского центра занятости в этом году выезжает к населению уже в третий раз. Совсем недавно специалисты службы занятости побывали в Атлянской воспитательной колонии, где лица, которые готовятся к освобождению, могли узнать о том, какие вакансии существуют на воле, о услугах центра занятости, а также о социальных выплатах. Татьяна Брониславовна несколько дней назад услышала о том, что к ним приедет мобильный офис. В назначенный час она пришла на площадь труда. Встреча с сотрудниками городского центра занятости оказалась для нее более чем удачной. Я просто там уже была, теперь вот мужа жду. И как вам центр занятости помог? Ну, они мне предложили вакансии, две вакансии предложили по моей должности. И куда пойдете работать, если не секрет? Ну, я вообще-то всегда работал инженером по охране труда. Ну, вот тут две должности предложили, водоканал и еще одна управляющая компания на посылке строителей. В среднем мобильный офис городской службы занятости осуществляет до 10 выездов в год. Благодаря таким встречам со специалистами информацию о вакансиях только за 2012 год получили более 800 человек. После старого города на очереди центральная часть. Специалисты мобильного центра будут работать там в один из июньских дней. Валентина Доморадская, Юрий Карпов, программа 24 МИАС.